На пороге конца времен. Катастрофа неминуема. Когда даже святые пали духом. Землю надо спасать. Программа тайны мира отправляется в самое сердце Гималайских гор. Один неверный шаг, и можно сорваться вниз. Сенсационная версия исследователей. Много веков назад на земле была создана резервация для избранных. Я открою вам тайну, где находится Шамбала. Где спасутся самые достойные, когда все человечество погибнет. Вам уже не хочется ни назад, ни вперед, никуда. Вам хочется просто сесть и умереть. Это и есть легендарная Шамбала. Существует несколько входов в загадочную страну. И только один путь приведет нас к разгадке этих тайн. Перевал! Перевал! Перевал богала взят нами! Смотрите специальный выпуск Тайны мира с Анной Чапман из Гималаев. Тайны мира. Обитель бессмертных. Гималайские горы неохотно открывают свои тайны. Экспедиция программы Тайны мира во главе с Анной Чапман сейчас на высоте 4000 метров над уровнем моря. Позади тяжелейший переход, во время которого мы едва не потеряли часть группы. Невольно вмешались в древнейший магический ритуал, которому землян научили пришельцы. Дошли до захоронения инопланетного существа и обнаружили хронику величайшей катастрофы внеземного корабля. Вот она, на стенах саркофага. Открыть эту ступу могут только боги. Если хотите разгадать тайну ступа Рибодумпа, вы должны отправиться в священную страну Шамбалу. Мы вплотную подошли к разгадке тайны, которую монахи монастыря Рибодумпа охраняли несколько тысяч лет. Мы отправляемся в самое сердце Гималаев на поиски обители бессмертных – Шамбалу. По легенде, в загадочной стране находится кристальный источник всех знаний на земле и портал в параллельные миры. Прямого пути в страну бессмертных отсюда нет. Хотя монахи в один голос говорят – Шамбала где-то рядом. Только хранитель старинных рукописей Ламан Гаван Грандрол говорит прямо. Затерянный мир лежит за перевалом Багала в долине Рингмо на берегах священного озера Паксунда. Писячи людей шли по этой тропе. Некоторые возвращались ни с чем, остальные не возвращались никогда. В доказательство своих слов ламы монастыря Рибодумпо показали нам книгу для посвященных. Этот текст написан много тысяч лет назад и вполне возможно не человеком. Это древний манускрипт из монастыря Датараб. Книга Панчен Ламы Бардо Тхедол «Красный путь в Шамбалу» описывает самые разные путешествия вплоть до подробной карты загробного мира. Где-то в ней, считают специалисты, есть и описание пути в Шамбалу. Вот только священные страницы охраняют чудовищное заклятие. Обычный человек, едва открыв книгу, уже рискует жизни. По преданию, древний манускрипт, датированный восьмым веком до нашей эры, принадлежал первому царю Шамбалы. Есть версия, что правитель бессмертных останавливался в монастыре Рибодумпо. Некоторые символы на инопланетном саркофаге написаны рукой загадочного монарха. Был он человеком или внеземным существом? Об этом даже среди монахов нет единого мнения. Посланник небес принял человеческий облик и перевел книгу с небесного языка на язык древних лам. В научном мире до сих пор продолжаются споры. Какое именно событие в человеческой истории легло в основу многочисленных легенд о Шамбале? В 1962 году в Гималаях была сделана сенсационная находка. В одной из скальных пещер на хребте Баян-Караула археологи обнаружили захоронение странных существ с непропорционально большими головами и тонкими конечностями. Там же были найдены 716 каменных дисков, покрытых надписями и знаками. Профессор Пекинского университета Цумумной, изучавший эти диски, доказал, что они содержат большой процент кобальта и обладают высоким ритмом вибрации. Заявление Цумумнуя шокировало научный мир. Ему удалось расшифровать текст на пластинах, оставленных обитателями пещер. И он голосил, что 18 тысяч лет назад неизвестная космическая экспедиция совершила аварийную посадку на нашей планете. Их корабли уже не смогли вернуться на родину. Они взаимодействовали с нашей человеческой цивилизацией, которая находилась на заре своего существования, которая только первые свои шаги делала. И, возможно, они оказывали влияние на ее развитие, на ее формирование и каким-то технологиям обучали Земля. Легенды гласят, что именно пришельцы из космоса создали на Земле новую расу. Расу атлантов. У них был высочайший уровень интеллекта. Они овладели телепортацией, телепатией, телекинезом. То есть все, что нам не по силам. Легенда гласит, когда Атлантида уходила под воду, боги сжалились над Атлантами. В глубине Земли, в местности со всех сторон, окруженной горами, они создали райскую страну, где нет болезней, смерти и печали. В эту страну они перенесли избранных. Исследователи уверены, легенда описывает реальные события. Во время крупной катастрофы, погубившей Атлантов, представители высокоразвитой цивилизации могли создать на Земле резервацию и поместить туда представителей погибавшей на Земле расы, чтобы сохранить их генофонд. Это убежище. И получило потом в летописях название Шамбалы. Шамбала – это место, в котором собираются самые-самые продвинутые люди. Это на протяжении всего существования нашей планеты. В Шамбале находятся 60 тысяч сущностей. И периодически они оттуда выходят, от верховного иерарха. Монахи Боднатх, предрекающие конец света, уверены. Таинственные жители Шамбалы готовы принять новых обитателей. Они ищут избранных по всей планете и наблюдают за развитием очередного апокалипсиса. Монахи монастыря Риба-Думпа указывают нам на изображения Шамбалы, которыми украшены стены монастыря. Они говорят, что в рисунках скрыты дорожные карты для посвященных. Монахи уверены, эти рисунки были нанесены рукой одного из правителей Шамбалы. На них запечатлен момент его общения с богами. И изображение самой Шамбалы – священная мандала. Наши переводчики и проводники после долгих переговоров с ламами смогли прочитать часть карты. Чтобы попасть в Шамбалу, нужно пройти кольцо заснеженных гор. Единственный путь туда – через перевал Багала. У местного населения он считается непроходимым. Высота больше пяти тысяч метров над уровнем моря. Сильнейшие ветра и лавины, которые похоронили ни одну экспедицию. Смотрите далее. В этих местах сложили головы сотни путешественников. Снег необычайно рыхлый, проваливаешься. Что происходит с путниками в долине смерти? Он похож на живой труп. И где находится резервация для избранных? Побывать в Шамбале и вернуться из нее невозможно. Экспедиция программы «Тайны мира» продолжает поиски обители бессмертных легендарной страны Шамбалы. Когда мы начинали свой путь, в группе было 22 человека. Сейчас всего 14. Люди не выдерживают трудностей пути и поворачивают назад. Тропа настолько отвесная, что один неверный шаг, и можно сорваться вниз. Эти места не для людей. Здесь, по преданию, в скальных пещерах жили летающие монахи. У них были некие летательные аппараты, которые позволяли им с огромной скоростью преодолевать большие расстояния по воздуху. Смотрите, что я нашел. Как этот осколок кости оказался в пещере, куда даже со специальным снаряжением не так-то просто забраться? И может ли он принадлежать одному из летающих монахов? Свою находку мы отправляем в Москву на анализ ДНК. Из долины Дот-Араб наша экспедиция движется вдоль русла реки к вершине Нумала, лежащей на пути к перевалу Багала. С 4000 метров над уровнем моря нам предстоит подняться почти на километр в горы. В этих местах часто возникают лавины и снегопады. Земля под ногами почти вертикально уходит в небо. Температура стремительно падает. Температура сегодняшней ночью может достигнуть нуля. Вся надежда на хворост, который в темноте мальчики пошли с фонарями искать, из чего мы разведем костер. Во время ночевки нас засыпал сильнейший снегопад. А утром участники экспедиции поняли, что кто-то все время шел за ними след в след. Это редчайший случай. Ночью на стоянке хозяйничал снежный барс. По легенде, эти животные охраняют пути в Шамбалу. Это следы снежного леопарда, который приходил к нашему лагерю сегодня ночью. Специалисты говорят, это плохой знак. В запретных горах случайных встреч не бывает. Эти охотники – глаза и уши жителей Шамбалы в Гималайских горах. Просто так они не являются человеку, только если он вступил на запретную территорию. Жители Непала верят, что барсы используют тайные тропы, ведущие в Шамбалу. И только этим животным разрешено беспрепятственно проходить в наш мир из города богов и обратно. Непальцы утверждали, что стражи Шамбалы только предупредили нас. Мы зашли слишком далеко, и сейчас самое время возвращаться. Ведь на перевале Багала нас ждут ловушки, которые много тысяч лет назад установили пришельцы из космоса. Сочли, что все-таки для всей группы, которая была все-таки не готова к снежным переходам, поскольку отсутствовали ледорубы, кошки, что мы дальше идти не сможем, поскольку это уже реально опасно для жизни. За год до нас на перевале погибла группа из восьми человек. Их тела так и не нашли. У нашей экспедиции шансов на выживание ровно в два раза меньше. Нагрузки высокогорного перехода при температуре минус 30 градусов и критическом дефиците кислорода в атмосфере выдержит не каждый. И поэтому на штурм перевала Багала женщины не пойдут. Ну, мы тут все посовещались коллегиально, уже вернулись к людям. Если не пройдут, то единицы наиболее подготовленные люди, молодые люди, которые в нормальной физической форме. Мы находимся вот на этом изгибе нашего пути, ну, буквально в 20 минутах от базового лагеря. Багала в переводе с непальского означает бесконечность. Про этот перевал ходят легенды. Жители Гималаев верят, что он выпивает жизненные силы и души путников. Снег необычайно рыхлый, проваливаешься, дополнительные силы расходуешься. Но мы идем. Мы идем вверх. С высоты перевала Багала хорошо видны пики Тибетского Нагорья. Один из них – гора Кайлас. Священная вершина, которая, как считают многие исследователи, является сердцем мифической Шамбалы. Гора Кайлас – Тибетское Нагорье. Священное место для пяти религий. До вершины горы еще не добирался никто. Если Кайлас обойти 216 раз, то в нирвану попадешь уже в этой жизни. Но это маловероятно, потому что очень сложный переход, он занимает около недели, с преодолением двух перевалов, которые около 6500 метров. И часть паломников идут вокруг нее месяцами, особенно так называемые плостуны. Это люди, которые не идут ногами, а ползут на руках и на животе. Дальше всех удалось зайти экспедицией Юрия Захарова. Русские исследователи достигли точки в 6300 метров над уровнем моря. Для этого им пришлось пересечь крайне опасную местность, которую жители Тибета называют долиной смерти. Хочется просто сесть и умереть в прямом смысле. Если вы смотрите на соседа, который перед вами, ну, он похож на живой труп, потому что давление очень здорово, конечно, меняется, и фактически это синие губы, синее лицо. В этих местах меняется ход времени. В середине прошлого века с этим феноменом столкнулись четверо французских альпинистов. За пару дней в долине смерти они состарились на полвека и погибли от слабости. Путешественник Владимир Анисимов испытал эффект моментального старения на себе, но успел выйти из долины смерти. Я носил тогда длинную черную бороду, и перед въездом в Непал я бороду подстриг, и вот она у меня выросла примерно сантиметров на 15 за каких-то три дня. Владимир Анисимов уверен, что эффект ускорения времени дают гигантские так называемые каменные зеркала горы Кайлас. Они поглощают звук и свет, получая грандиозную энергию, которая нужна для искривления пространства. Сама гора – это сверхтехнологичный форпост, сторожевая башня, построенная по инопланетным технологиям. Похоже, что гора не случайно там стоит. Похоже, что это дело рук, чьих-то рук. Дело рук или иных цивилизаций, или же делая рук тех сущностей, которые населяют Шамбулу. Певица Юлия Чичерина восходила на Кайлас. Она вспоминает. Было ощущение, что с каждым шагом из нее уходит сама жизнь, как будто сила земного притяжения вдруг выросла во много раз. У тебя может выключиться зрение в любой момент. Ты слушаешь, что не натекла ли у тебя в череп вода, или в легких не булькает ли. Ты хочешь сфотографировать прекрасный пейзаж, пока ты расстегиваешь сумку от фотоаппарата, достаешь фотоаппарат, поднять и нажать кнопку, у тебя уже сил не остается. Певица уверена, Гималайские горы мстят тем, кто попытался проникнуть в запретную зону. Юлия рассказывает, после восхождения с ней стали происходить странные вещи. Чичерина вела свой внедорожник по горной дороге. И вдруг... Чичерина говорит, дороги просто не стало. Перед глазами возник какой-то пейзаж из другого мира. Как будто бы машина была настоящая, но она врезалась в небесный корабль, в огромный корабль с парусами. Машину перевернуло, там все такое, но все остались живы. Перед тем, как оказаться в параллельном мире, Юлия видела огненный шар или световую вспышку прямо над дорогой. Исследователи Непала называют такое явление тигли. Они не редкость в окрестностях Кайласа. Вы можете наблюдать всевозможные плазмоиды, ну, можно сравнить разве что с шаровой молнией. Тигли, они действительно из ничего в пространстве появляются в виде светящегося красивого такого, ну, плазмоида шара. И они буквально летают вот по всей этой долине в огромном количестве. Юрий Захаров считает, что тигли – это проводники в закрытую страну Шамбала. А сама гора Кайлас – гигантское хранилище генофонда всех населявших планету рас. Известный исследователь паранормальных явлений Эрнст Мулдашев считает, что вершина Кайлас была возведена уцелевшими после всемирного потопа атлантами. Они использовали могущественную силу пяти элементов – воздуха, воды, земли, ветра и огня. Вот эту гору Кайлас построили атланты. Строительство шло ориентировочно 850 тысяч лет тому назад. Это было в период существования Атлантиды. Исследователи считают, что именно под Кайласом находится главный храм Шамбалы – резервация избранных. Их окаменевшие тела тысячи лет не подают признаков жизни, но в нужную минуту их активируют. Смотрите далее. Почему этот перевал называют снежным убийцей? Перевал! Перевал! Кто охотится на путешественников в долине Рингмо? Я себя в первый раз ощутил в качестве дикого зверя. Как вода похищает людей? Поплыли мужики на катере на деревянном, и все. И почему ритуалы непальских колдунов похожи на обряды алтайских шаманов? Перевал! Перевал! Перевал Багала взятный! Мы первые из европейцев, кто видит священную долину. Еще немного, и откроется путь в Шамбалу. Видимо, вот так погибали многие путешественники по дороге в Рингмо. Горные ловушки ждут именно тех, кто уже поверил в удачу. Вот они, древнейшие из убийц. Эту ловушку ставил опытный охотник на людей. Смотрите, концы веревки разорваны. Что-то большое попало с нее и упало в пропасть. Я себя в первый раз ощутил в качестве дикого зверя. Ловушка стоит прямо на тропе. Протянуть там какие-то специальные нити, и все, и пожалуйста. И мы в качестве жертвы раз в обрыв, и все, слетаем. Видимо, тех, кто обманул ловушки на тропе, ждал еще один смертельный сюрприз. Мы видим, что лес, земля и пещеры в округе словно обугленны, как после взрыва вакуумной бомбы. Но ведь местные жители до сих пор не знают даже электричества. Люди, которые живут в этом регионе, на этих плато, немногочисленные люди, периодически рассказывают о появлении каких-то странных существ, которые светятся и распыляют некий огонь. Мы с величайшей осторожностью спускаемся в долину. И как выясняется, не зря. Как объяснили проводники, вход в каждое поселение здесь охраняет колдун. Намахай Чоган – один из них. Колдун говорит, что в его роду были летающие монахи Бон. И когда-нибудь в следующем воплощении он обязательно достигнет их стадии просветления. Но пока он лишь ученик. Мои учителя живут в Шамбале, дают мне силу на пути и знания. Древние источники указывают, что существует несколько входов в загадочную страну. Один из них находится в монгольской пустыне Гоби. Еще один вход в Шамбалу скрыт на Алтае, внутри священной горы Белухи. Гора Белуха замыкает цепочку Непал-Тибет-Алтай, от которой идут длинные подземные ходы ко всем точкам планеты. Алтай – это есть страна Беловодия, страна Шамбала. Шаманы, которые путешествуют по всей долине, не раз видели на вершине Белухи летающих людей. Жители Алтая считают их владыками Шамбалы. На самом деле, просто эти предки, наши древние предки, они умели перемещаться в пространстве, во вселенной, заходить в страну Шамбала, знают, как открывать вот эти врата. В этих местах жители Алтая не раз видели светящихся великанов. Местные зовут их Арваки, а озеро у горы Белухи называется Белым. Есть такие люди, да. Вот выходят они из этих пещер, только ночью бывает это дело, когда всполухи, и все, выйдут и зайдут. А они как будто и люди, и не люди, прозрачные. Наполовину, а наполовину – вот как человек. Вот такое дело. Люди в белых одеждах, на нашем языке это переводится как «духи предков». Понимаете, эти люди являются хранителем сердца земли. Им пришло предзнаменование, что землю надо спасать, и что надо начинать его именно с Алтая. Над озером Белым часто видны вспышки и слышен грохот. В такие дни даже шаманы не хотят близко приближаться к месту, где по преданиям обитают огненные боги. Вот сидишь так вечерком возле костра, смотришь, то тут, то там, такие всполухи появляются. Потом как земля задрожит, как, е-мое, трясанет, и все. Эта вода буквально затягивает лодки и катера с пассажирами. Все исчезают бесследно. Очень много исчезло людей, и дело-то в чем, что их не находят. Они куда-то как, не знаю, прям вот деваются куда-то, и водолазами искали, не нашли ни одного. Алтайский шаман Акай рассказывает, что в окрестностях Белухи есть множество подземных пещер. По некоторым из них можно пройти в Монголию, Тибет и даже Непал. Ну, это уже ни для кого не секрет, что есть пещеры в районе Белухи, но вот мало кто знает, что эти пещеры, они на сотни километров уходят. Летающие колдуны, исчезающие путешественники, все, что происходит в районе горы Белуха, точь-в-точь повторяет все события, которые долгие годы наблюдаются в непальской долине Рингмо. Очевидно, есть какая-то связь между этими двумя скрытыми от всего мира точками планеты. Шамбала и Беловоди в городе Натальской области – это одно и то же. Но суть вещей одних. Интересно, что непальское озеро Паксунда в переводе на русский язык звучит как «белоснежное». Сейчас наша экспедиция как раз выходит на берег этого загадочного озера. Сверяемся с картой из книги «Красный путь в Шамбалу». Мы прошли через горный перевал, и теперь, судя по древней схеме, должны выйти к городам, окружающим Шамбалу. Смотрите далее. Что скрывают в озере Паксунда пришельцы из космоса? У них три глаза и перепонки на руках и ногах. По сторонним вход воспрещен. Но избранные путешествуют туда и обратно, как открывают портал в параллельный мир. Их корабли залетают в эту дыру и пропадают. Кто хранит ключи от обители бессмертных? Впервые в истории мы покажем, как выглядит привратник Шамбалы. И результаты нашей экспертизы. Кому принадлежит осколок кости, найденный нами в пещере летающих монахов? Мы имеем с популяцией гигантов. Наша экспедиция продолжает поиски обители бессмертных легендарной страны Шамбалы. Мы преодолели заснеженный перевал на высоте 5300 метров и продвигаемся дальше в самое сердце Гималайских гор. Несколько часов мы прошли, спустились с перевала и наконец-то мы дошли до озера Паксунда. Вот оно впереди видно. Нам остается буквально пару часов спуститься, чтобы приблизиться к этому священному для всех непальцев озеру. Тропа с вершины перевала Багала уводит нас вглубь долины Рингмо. Спуск на 2000 метров – это несколько часов пути. Если верить карте, мы находимся совсем близко от ворот Шамбалы. На дороге нам все чаще встречаются священные ступы, обозначенные на древнем манускрипте. Это значит, что мы на верном пути. Путник в горах может уберечь себя, если поручиться поддержкой богов. Или задобрить демонов. Он должен соорудить ступу из камней или принести в жертву животное. Тогда для него будут открыты все горные тропы. В одном случае он рискует своей жизнью. Дорожные ступы по своей архитектуре очень напоминают священную гору Кайлас. Четыре угла символизируют четыре входа в страну Шамбалу, расположенные в четырех концах света. На всех ступах один и тот же символ. Два глаза, будто бы наблюдающие за путниками. Исследователи утверждают, что это лики древних атлантов. Эти необычные, чем-то завлекающие глаза. Про них говорят местные жители, что это глаза атлантов. В долине Рингмора скинулось небольшое поселение. Мы первые европейцы, которые появляются в этих местах. Люди прячутся за дверьми своих хижин. Лишь двое местных за огромную по местным меркам плату 100 долларов соглашаются показать нам дорогу к озеру Баксунда. В горах, где до сих пор живут по законам натурального обмена, это целое состояние. Здесь мертвая вода. Тут никогда не водилась рыба. Тех, кто пробовал скупаться здесь, затянулось сильным течением. Потом они умирали от страшной болезни. В высокогорных озерах Непала и Тибета, кстати, есть озера, которые находятся на высотах больше 5000 метров, которые не замерзают, что является некой тайной. Местные жители не раз видели, как из центра озера исходит сильное свечение. Из поколения в поколение здесь передается легенда о таинственных обитателях озера, людях огромного роста. Их корабли спускаются с небес прямо в озеро и исчезают в его глубине. Мне мой прадед рассказывал, что видел своими глазами этих великанов. У них три глаза и перепонки на руках и ногах. Они появляются из озера и исчезают в горах. Вон там, видите дыру в скале? Вот оно. Это отверстие в скале на высоте 6 километров. Наши провожатые называют его «Глаз Шамбалы». Непальцы уверены, что он указывает прямой путь на родину богов-гигантов. Их корабли залетают в эту дыру и пропадают. И точно так же неожиданно появляются из нее над долиной. Местные жители из долины Рингмо говорят, что тайну озера Паксундо знает один-единственный человек. Древний монастырь Сова-Гомпа стоит обособленно на уступе скалы. Здесь живет человек, которого местные жители называют хранителем древних знаний. Это настоятель монастыря Лама Махадева Самбхоте. В долине ходят легенды, что только ему одному дано разговаривать с богами на их языке. И что жители Шамбалы передают ламе свои пророчества. Этому монастырю 7 тысяч лет. Мой отец был настоятелем этого монастыря. Дед и прадед. Лама Самбхоте – потомственный служитель религии Бон, возраст которой составляет больше 18 тысяч лет. По легенде, Бон – самая древняя религия на Земле, зародилась в стране Шанг-Шунг или другими словами – в Шамбале. Свои первые знания священнослужители Бон получили от древних атлантов. Лама Самбхоте отвел нас в подвалы монастыря Отцова Гомпа. Это эксклюзивные кадры. Лама готов показать нам древние реликвии, которые еще не видел ни один белый человек. Именно так, по словам ламы, выглядят древние боги, которые прилетели на Землю из других миров почти 18 тысяч лет назад. Они построили Шамбалу и укрыли в ней часть своих учеников из рода атлантов. Адепты Бон из числа людей именно от них и получили знания о других мирах. Карты Шамбалы и маски Чот. В своих богослужениях монахи Бон используют огромные маски с ужасающими ликами своих богов. Некоторые из них в 3-4 раза превышают размер человеческой головы. Маски монастыря Рингмо – это святыня. И многие из них тщательно скрывают от глаз европейцев. Ведь боги Бон беспощадны к непросветленным людям. Увидеть маску – значит навлечь на себя их гнев. Это уникальное видео, которое удалось снять только нашему специальному корреспонденту. В своей келье лама Самбхота разговаривает с обитателями Шамбалы. Этим древним текстом 18 тысяч лет. Это не слова, а длинные сочетания звуков, похожих на азбуку Морзе. Лама говорит, что в те ночи, когда боги Атланты выходят на поверхность долины Рингмо, по всем горам проносится гул. Под землей словно кто-то стучит в огромный гонг. Махадева Самбхота уверен, так жители Шамбалы покидают свою обитель, отправляясь на поиски избранных. Настоятель храма раскрывает нам тайну озера Паксунда. Лама говорит, что на дне его лежит священный алмаз Чинтамани – душа Шамбалы. Этот камень когда-то привезли на землю боги с далеких звезд. По легенде, Чинтамани поддерживает связь между обитателями разных планет. Энергия, скрытая в этом кристалле, и поднимает в воздух корабли атлантов. Камень, по словам Ламы, дает бессмертную жизнь всем жителям подземной страны. Жители Шамбалы Самбхоты описывает как пятиметровых великанов с тремя глазами. Жители Шамбалы в давние времена были нашими помощниками и наставниками. Их называли летающими монахами. Они многим чудесам научили людей, пока те не захотели завладеть секретом Чинтамани. И тогда монахи скрылись под землей, в Шамбале. Удивительно, но экспертиза, которой мы подвергли осколок кости, найденной нами в пещерах летающих монахов, подтверждает рассказы старого Ламы. Палеоантрополог Александр Белов, исследовавший осколок кости, поначалу был убежден, что это фрагмент скелета обычного человека. Я считаю, что вот эта вот ровная поверхность ее, она может как раз прилежать к той большой берцовой кости. И, по сути дела, является вот таким, ну, в общем-то, артефактом. Но изучив структуру костной ткани и параметры обломка, эксперт пришел к выводу, что этот осколок является частью человеческого скелета весьма необычных размеров. Рост его обладателя мог доходить до 4 метров. Рост должен быть 2,40. Это много. Мы имеем с популяцией гигантов. Неужели таинственные летающие монахи не только владели даром левитации, но и выглядели значительно больше любого из жителей Земли? А такими способностями и параметрами обладали только Атланты. Экспедиция программы «Тайны мира» находится в одном шаге от цели нашего путешествия. Мы прошли 150 километров пути по непроходимым тропам, преодолели кольцо неприступных скал через гибельный перевал Багала и достигли долины Рингмо. Здесь, на озере Паксундо, за вторым горным кольцом находится вход в таинственную страну Шамбалу. Так говорит древняя карта, которую мы получили от монахов монастыря до Тараб в начале нашего путешествия. Лама из озерного монастыря Отцова Гумпа расшифровывает нам древний манускрипт. Оказывается, что внутренняя цепь гор, за которой лежит Шамбала, находится не на поверхности, а под долиной Рингмо. На глубине, сравнимой с высотой Гималайских гор. Единственный путь, который ведет туда, лежит в водах священного озера Паксундо. Вы преодолели трудный путь. Вы единственный из белых людей, кто перешел через перевал Багала. Поэтому я открою вам тайну, где находится Шамбала. Простым смертным нет дороги в легендарную страну, утверждает лама Самбхоте. Чтобы попасть в саму Шамбалу, нужно достичь дна озера. На дне озера горный хребет. За хребтом великая пропасть. Вы готовы к такому походу? На моей памяти 24 путника сказали, что готовы. Но ни один из них не вернулся. Конец времен не за горами, говорит Масадева Самбхоте. И тогда обитатели таинственной страны сами выйдут к людям. Все секреты Шамбалы будут раскрыты. Не нужно торопить время. Скоро мы все предстанем предельцом богов. Они в последний час этого мира покинут пределы Шамбалы. Только им дано решать, кто из нас достоин обители бессмертных. Мы лишь прикоснулись к разгадке этой тайны. Ворота в Шамбалу, как утверждают древние легенды, открываются только в одну сторону. Поэтому побывать в Шамбале и вернуться из нее невозможно. В 1999 году жительница горного Алтая Антонина Тундинова неожиданно стала получать сведения о состоянии нашей планеты из потустороннего мира. Умершие родители Антонины часто являлись к ней во снах. Антонина Тундинова сначала не понимала смысла этих видений, до тех пор, пока в одну из ночей она не встретила во сне женщину в белых одеждах. Мелодичный женский голос попросил Антонину встать с кровати, взять в руки ручку и записать все, что она сейчас услышит. Да, я внутренне ощущаю. И во мне вот эта антенна, как бы это шуршит. Вот эта сторона, как бы у меня, это как бы божественная сторона. Этой стороной Антонина Тундинова и слышит, и видит. Видения Антонину стали посещать каждый месяц. Она встречалась с посланницей из потустороннего мира и под диктовку записывала все, что ей говорила женщина в белом. Удивленная и напуганная этими странными событиями, Антонина пыталась выяснить, кем является эта мистическая особа. Но каждый раз, когда она задавала этот вопрос, видение исчезало. На Земле есть ряд чудесных мест, которые открывают человеку тайны мироздания. Попадая в эти края, одни вспоминают свои прошлые жизни, другие видят будущее. Ученые считают, что через аномальные зоны осуществляется прямая связь человека с информационным полем планеты, которая хранит все знания о земном и космическом мире. Энергоактивные зоны являются, ну, если применить, значит, шоферский термин, муфтой сцепления физического мира или мир, в котором, так сказать, проявляются законы для вещества. И мир, в котором проявляются законы для чувства и разума. В тех местах, где Земля проявляет свою наивысшую активность, человек способен получить сверхзнания в области астрономии, физических и математических наук, а также открыть в себе сверхспособности к ясновидению, яснослышанию и целительству. О необычайных свойствах такой Земли и проживающих на ней людях очень хорошо были осведомлены наши предки. Эти места называли земным раем, беловодьем или шамбалой. Однажды по дороге на работу в школу у Антонины заболело сердце. Она промучилась весь день, но боль так и не прошла. Вечером Антонина услышала знакомый потусторонний голос, который попросил ее записать текст. Антонина села за стол, неожиданно вошла в состояние транса и начала писать. Острая боль в сердце Антонины успокоилась только после того, как она закончила работу. С тех пор сердце Антонины, как антенна, стало часто реагировать на вибрации параллельного мира. Через сердце это как бы серебряная нить. Через антенну я принимаю из космоса вот такие послания. Я чувствую, что вон там, там на небесах есть белое братство. Вот я как бы с ними общаюсь, держу контакт. В древних восточных книгах сказано, белое братство – это союз великих учителей Шамбалы. Многие таинственные гении прошлого считались ее учениками и сотрудниками. Среди них часто упоминают Пифагора, Платона, Парацельса, Жан-Удар, Леонардо да Винчи, Данте. Многие великие умы получали знания посредством таинственного озарения через святых духов или великих учителей. Вскоре Антонина рассказала о фантастической гости в белом платье своей знакомой Ламе и выяснила – женщина из ее снов – Елена Рерих, известная ученая, жившая в прошлом столетии. Елена Ивановна была женой художника и философа Николая Рериха и обладала необыкновенной способностью получать телепатические послания от Махатн – великих учителей Востока. На протяжении всей своей жизни Елена Ивановна держала контакт с учителями Шамбалы и записывала их послания. Сельская жительница деревни Кулады Антонина Тундинова совершенно внезапно стала слышать то, что телепатически получала ранее высокообразованная Елена Ивановна Рерих. Ах, нынешний век – это век Ахпурхана. Ахпурхан – это бог планетарный. Теперь он стал планетарным богом. Вот в 19 веке или там уже в древнейшее время Ахпурхан был как бы хозяином только Алтая, а теперь он стал хозяином планетарным духом. Антонина Тундинова работает в сельской школе учительнице литературы. Свой дар к яснослышанию она открыла в 40 лет. Никогда раньше о существовании Белого Братства Антонина не знала. С неожиданным появлением дара она стала изучать эзотерические тексты 19 и 20 веков. Ее записи оказались продолжением трудов известных прорицателей. В текстах Тундиновой все послания людям – хорошо известные истины. В дальнейшем у нас будет очень большая проблема об экологии. Мы разрушаем наш общий дом. И наши братья, вот белые братья, разум, высший разум, очень обеспокоены об этом. Будет ли человечество? Как он будет перешагать? Как он перешагнет это трудное время, трудную эпоху? Если не осознает, если он не будет осознанно жить. После того, как у Антонины Тундиновой открылся дар яснослышания, к ней потянулись люди, кто за советом, с душевной болью, кто с болью физической. Общение с односельчанами для Антонины – это важная духовная работа. Ну, я думаю, что это генетическая память моего народа. В древние времена существовали вот такие люди, ах, че, с удурчим, в моем народе. И вот, когда они покидают, они уже покинули этот мир, и они оставили свои мысли. Ну, пророчества о будущем, ну, это, наверное, в генетическом плане. Ну, я так думаю. Трудно себе представить, что земные и космические излучения Алтайской земли могут влиять на возможности человека. Но среди населения Алтая больше половины людей обладают уникальными способностями. То, кем была для мира известная прорицательница Ванга, в горном Алтае норма вещей. Здесь в каждой деревне есть свой целитель, яснослышащий и ясновидящий пророк. По данным геофизиков, вся территория Алтая является аномальной зоной земли. Энергия, исходящая из разломов, хребтов и радиоактивные излучения курганов, способны оказывать на человека сильное воздействие. Вполне возможно, что, значит, на кургане при определенных условиях человек переходился в измененное состояние сознания. Измененное состояние сознания. Шла коммутация с, ну, опять же, как тут сказать, с тонким планом, или эфирным миром, или как хотите. Вот они коммутировали с, ну, невещественными структурами родственных себе сознаний. В начале 20-го века поиски Шамбалы приобрели поистине грандиозный масштаб. Два мировых диктатора, Гитлер и Сталин, практически одновременно начали вести тайные исследования тибетских манускриптов в надежде отыскать следы скрытого государства. Сотрудники оккультного бюро НКВД совершили ряд секретных путешествий в Центральную Азию и Тибет. Одной из задач экспедиций был поиск хранилища неведомых сил и союз с древним центром могущества Шамбалой. Сто лет назад сведения о чудесных свойствах земель Алтая были известны российским эзотерикам, в частности, ученому-философу и известному художнику Николаю Рериху. В поисках Шамбала он возглавил научную Центрально-Азиатскую экспедицию. Ему предстояло исследовать земли Алтая, Монголии и Тибета. Советское правительство через Николая Рериха надеялось установить связь и заручиться поддержкой и могуществом Шамбалы. Экспедицию Рериха поддержал нарком Чечерин и сам товарищ Сталин. Советское правительство рассчитывало на то, что Рерих опередит тайное германское общество Анненербе. Найдет Шамбалу и сокровенные знания о силе, могуществе и бессмертии. Уже в августе 1926 года экспедиция Рериха беспрепятственно въехала на земли Алтая. В далеких странах за великими озерами, за горами высокими, там находится священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее знание и высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. Зовется это место Беловодье. Из записи Николая Константиновича Рериха. В русских преданиях аналогом восточной Шамбалы было загадочное царство Беловодье. На Алтае эту легенду сохранили старообрядцы, которые во время гонений православной церкви дошли до Сибири и остались там жить. И вот крест наш, истинный. Алтайские земли староверы приняли за райские места, по описанию очень похожие на сказочную страну. Здесь стекли молочные реки в кисельных берегах. Старообрядцы решили, что нашли земной рай и поселились в прекрасной Уймонской долине. Но вскоре оказалось, что до самого Беловодья староверы все-таки не дошли. Однако в народной памяти сохранились путеводители в страну правды и справедливости. До Беловодья надо бы наехать до города Бийска, а потом по Смоленской дороге до реки Устюбы. Есть там горы каменные, снеговые. Есть там деревни Уймон. Есть и люди, которые поведут дальше. Три дня голодной степью до три недели морю. В Верхнем Уймоне остановилась экспедиция Рериха в августе 1926 года. Семья Николая Константиновича разместилась в доме Вахрамея Атаманова. Этого простого, на первый взгляд, мужика на селе почитали волхвом. Вахрамея Атаманов обладал необычайными психофизическими способностями. Деревенский мужик мог спокойно вернуть в село неуправляемое стадо, вызвать дождь в засушливое лето и подобрать нужные травы от любой хвори. Вахрамей Семенович принимал роды и лечил больных. Атаманов сразу заинтересовал Рериха. Если Вахрамей так силен в травах и повелевает стихиями, может, он и дорогу в Беловодье укажет? Думал Рерих. Американец, так прозвали Рериха, в деревне, дядю Вахрамея от себя не отпускал ни на шаг. Они как один человек были. Уже все говорили, вся деревня говорила. Американец, Ивахрамей говорит, это как один человек. Такое у них единство во взглядах. Это совсем такой образованный, культурный человек. А этот простой крестьянский мужик. А вот у них взгляды, мысли были едины. Из деревни Рерихи часто удалялись с Вахрамеем в горы. Николай Константинович расспрашивал Атаманова о местных пещерах и тайных тропах к священному царству. По его представлениям, именно в верховьях Белой горы могла находиться чудесная земля Беловодья. «Страна Беловодья, гора белая, а за нею сорок сороков вершин. Возьми посох кедра, надень белые одежды, поднимись на Белую гору, там камень горит, там град стоит». Из записей Николая Рериха. Во всех легендах, собранных Рерихом, в описании и Беловодье, и Шамбалы присутствовал один очень важный для путешественников пункт. Попасть в страну правды и справедливости мог человек только праведной душой, то есть жившей в гармонии с природой и по законам Божьим. Рерих неоднократно сравнивал легенды о Беловодье с тибетскими рассказами о Шамбале. В них также упоминалось, что только человек совести мог войти в чудесное царство. «И вот эти праведные, которые доходили, бывало дойдут. Туман, синё-синё, а за туманом-то река, а за рекой-то и коровы мычат, и петухи кричат, и люди разговаривают. А дойти нелегко, видно неправедной душой. Позже, когда Рерихи уже уехали из Верхнего Уймона, местные жители поговаривали о том, что Вахромей Атаманов всё-таки водил Рериха в тайной дорогой в Беловодское царство. Вероятно, дяде Вахромею покорялись не только земные стихии, но и силы подземного мира. Тайный путь, которым Вахромей мог провести Рериха до Беловодья в кратчайший срок, лежал напрямую сквозь горы, через пещеры и ущелья. Его потомки говорили нам о том, что какой-то особой тропой Вахромей Семёнович провёл Рерихов до Белухи. Какой-то очень быстрой тропой, возможно, по каким-то пещерам, потому что ходу туда и обратно несколько дней о Рерихе никогда не удалялись больше, чем на один день. Они делали радиальные выезды здесь из этого дома, но вот как-то успели они там побывать. Отчёт об исследованиях Алтайской земли Николай Константинович сразу же отправил в Москву. О том, нашёл ли он Шамбалу на Алтае, Рерих не обмолвился ни словом. Окружённая Теректинским и Катунским хребтами, Уймонская долина по данным геофизиков обладает особой энергетикой. В ясную погоду местные жители не раз наблюдали в разломах хребтов радужное свечение. На этой территории учёными зафиксирован мощный источник подземной энергии. Особенность Теректинского хребта в том, что там очень сложено в основном из пород вулканического происхождения, на котором находится очень большое количество разломов. И породы, которые находятся вот в этих разломах, магнетиты, притягивают к себе различные потоки энергии. По данным исследователей, на этой территории связь с Землёй и небом через кристаллические образования в светящихся хребтах происходит очень быстро. Местные жители считают, что через эти энергетические потоки даже мысли работают со скоростью света. Не успел человек подумать и сделать что-либо, тут же получил результат. Может быть, слишком тонкая граница между реальным и параллельным миром и есть невидимые ворота в великую Шамбалу. Можно так сказать, что здесь страна Беловодья, где близко находится космическое пространство, где непосредственно работает информация. Люди сюда, когда что-то мыслят, что-то говорят, они делают это осознанно, осмысленно, потому что это всказывается в дальнейшем на их трудовой деятельности, на профессиональной деятельности, в личной жизни. Уже, по мнению современной науки, появились фантастические версии о том, что близкая связь территории Горного Алтая с ноосферой нашей планеты позволяет человеческому сознанию в кратчайшие сроки входить в контакт с высшими вселенскими сущностями и получать ответы на самые жизненные вопросы. Откровения жителей Уймонской долины подтверждают последние открытия ученых в этой области ненаучного знания. Я думаю, что и Господь Бог это тоже космическое какое-то целое, цельное, которое состоит из разума человеческого. Насколько мы разумны, настолько с нами поступает разумно или неразумно. Что мы заслуживаем, то и получаем. А вот каков наш разум? Будем разумны мы все, чтобы у нас меньше было проблем. Сложно сказать, пока к этому нужно идти. Преодолев множество гор, юноша вошел в пещеру старого отшельника, который спросил его, куда ты идешь через эти снежные пустыни. Я стремлюсь найти Шамбалу, отвечал юноша. Тогда тебе не нужно идти так далеко, сказал отшельник. Царство Шамбалы в твоем собственном сердце. Тибетская легенда. В поисках земной Шамбалы паломники, приезжающие на алтайские земли, часто находят Шамбалу в своем собственном сердце. Исследователи Каракольской долины неоднократно наблюдали, что на данной территории существует возможность общения с высшими планами Вселенной. Возможно, волны, которые источает долина, помогают человеку встретиться со своей настоящей сущностью. Именно на алтайской земле свое пристанище и духовную Шамбалу обрела английская подданная Джоанна Добсон. Много пережить пришло сильно в ожидании нового восхода. Пять лет назад Джоанна переехала жить в Сибирь. Комфорт цивилизации молодая женщина поменяла на скромный деревенский дом в небольшой горной деревне. На родине Джоанна оставила семью и друзей. Если человек хочет. Действительно подущая жить хорошо, тогда он должен отдалиться от людей и где-нибудь посидеть рядом с деревем. И вот так он таким образом почувствует свое внутреннее начало. Свою истину почувствует. Впервые Джоанна Добсон вступила на алтайскую землю в 19 лет. Тогда она испытала необъяснимое внутреннее волнение. Джоанна почувствовала, что наконец спустя долгие годы вернулась на родину. Но как такое могло произойти? Девушка родилась в Англии, она ничего не знала о русской и тем более об алтайской земле. Однако странное чувство новой родины не покидало Джоанну. Через два года она отправилась на алтайские земли во второй раз. для меня природа и есть самое самое веще. Вот это есть священный текст, учитель. Ну самое высокое то, на что надо настроиться, чтобы жить хорошо. поэтому я когда приехала сюда на алтай мечтала о возможности сюда приезжать и пытаться настроиться на то, что я чувствовала. Потому что показалось, что здесь именно в этих местах возможности для расширения сознания, для лечения огромные. Во время второго приезда на алтай Джоанна часто удалялась в горы. Однажды она пошла гулять по ранее неизвестным местам. Тропинка привела девушку сквозь лес к высоким скалам. Вдруг на горизонте Джоанна увидела ослепительные вспышки света. Девушка не поверила своим глазам, но радужные отблески вскоре повторились вновь. Как только Джоанна приблизилась к скалам, свет исчез. По всему периметру горы девушка обнаружила череду наскальных рисунков. Удивленная произошедшим, Джоанна вернулась домой. Позже к ней пришло озарение. Удивительный горный свет и наскальные рисунки каким-то таинственным образом взаимосвязаны между собой. Мне лично просто интуитивно кажется, что заложены в этих рисунках сакральные знания. духовные знания. А сакральные знания это и есть знания о жизненных принципах человека, взаимодействия с природой, с космосом. Эти таинственные события, которые произошли с Джанной на Алтае, сильно поразили девушку. В простых изображениях моралов и первобытных людей она увидела необычные сцены охоты. С первого раза Джанна так и не смогла понять, что именно означают эти древние символы и тот цвет, который она видела. Вернувшись на родину, Джанна начала изучать археологию и русский язык. Это место стало меня очень сильно притягивать. Я мечтала сюда приезжать, какой-то более длительный период здесь жить. И потихоньку так сложилось, что я получила работу в Новосибирске. А еще через несколько лет Джанна наконец смогла осуществить свою заветную мечту и окончательно перебралась на Алтай. Внутреннее чутье подсказывало девушке, что именно здесь она сможет обрести гармонию и постичь тайны мироздания. Она тогда еще не знала, что Алтай станет ее вторым домом и она больше никогда не вернется на родину. А я тогда знала, что я не вернусь. Хотя и это объяснить не могла. Мне кажется, есть просто естественное проложение моего пути в жизнь. то ли благодаря удивительному стечению обстоятельств, то ли волею судьбы Джоанна поселилась в деревне Бичиктубом. Название этого села на русский язык переводится как наскальные письмена. На территории, где расположена деревня, по сей день сохранился большой комплекс петроглифов. Здесь Джоанна надеялась исследовать и разгадать тайну радужного света, который она увидела несколько лет назад. Джоанна Добсон в алтайской деревне начала вести ненаучное исследование петроглифов. Конкретно о том озарении, которое я получаю в этих местах, хотя не говорить публично, но я могу сказать, что это действительно такие священные места. Это не рисунки самые по себе, которые священные. Это человек в древности, который понимает значимость этого места, вложить через очень высокую технику и высокую эстетику вложить какую-то информацию. Джоанна все чаще в одиночестве удалялась в горы. Каждый раз она наблюдала яркие вспышки света, однако как только девушка приближалась к скалам, свет рассеивался. Вскоре к Джоанне пришло новое озарение. Она открыла, что петроблефы не простые изображения, это особый энергетический язык. Джоанна символические образы моралов и охотников тут же изобразила в цвете. Я люблю эти чернила, потому что они настолько яркие, и поэтому я, когда их рисую в разных цветах, для меня они становятся живыми, будто они когда впервые были исполнены, заполнены светом вот того человека, который их изобразил и светом того мысля, которое для нас осталось тайной. На Алтае Джоанна пытается восстановить древний язык наскальных рисунков. Она зарисовала в цвете более сотни символов. Однако о чем говорят древние наскальные письмена англичанка держит от простых людей в глубочайшей тайне. Интересно, что восточные манускрипты, которые так тщательно изучались в НКВД, Шамбулу описывали как реальное земное государство. Древние карты указывали на череду горных образований, внутри которых должно было располагаться царство справедливости. Из индуистских путеводителей одно следовало ясно. Шамбала находится в центре Азии, на вершине таинственной горы. На вершинах Великой горы высоко над злом возвышается страна вечного счастья. Здесь ни холодно и ни жарко. Здесь не может быть войн и сражений. Люди этой страны все равны между собой, не знают забот и горя, наслаждаются всеми благами жизни. Махабхарата эпос народов Индии. Исследователи аномальных зон утверждают, что священная на Алтае гора Белоха является одним из самых мощных приемников космической информации. Через эту точку не только человек может связаться с высшими сферами Вселенной, а и сама Земля осуществляет необходимый для жизни планеты энергообмен. Самую величественную вершину Сибири алтайцы называют священной горой Ориона или Учсумер. Судя по географическому расположению Белухи, Шамбала вполне могла скрываться на ее вершинах. После того, как Рерих посетил эти места и уже рассказал об этом всему миру, считается, потом уже пошло что здесь находится Шамбала. Многие стали искать это место. По моему пониманию, что Белуха у нас просто священное место. Некоторые паломники и исследователи земель Алтая неоднократно пытались покорить Белуху в надежде попасть в Шамбал. Но смерть поджидает на пороге того, кто возгордится своим могуществом и силой перед таинственной горой. Здесь бывали случаи, что говорили перед походом на что нам эта Белуха за два денька залезем покорим и спустимся. Бывали случаи, что в прошлом году у нас такие спортивные ребята мастера международного класса забирались на эту Белуху и их накрыло перед тем, как они так сказали перед этой горой. как у нас говорят нельзя хвалиться там то, что я сейчас бегаю на эту гору и поднимусь на нее. Алтайцы духа Белухи боятся и почитают. Покорять Священную Гору им строжайше запрещено. Каждого нарушившего табу ждет неминуемая погибель. я вот например если еду как меня учили мой дед и моя бабушка там прадед я говорю свои слова там про себя я навязываю например тейра называется у нас это белые повязки видели наверное да перед тем как посетить Белуху я навязываю эту ленточку делаю говорю молитву говорю про себя то есть у каждого свое у алтайцев такого культа у нас здесь не чувствуется по алтайским поверьям дух священной горы Учсумер считается отцом всего Алтая он заботится и охраняет алтайцев от врагов болезней и ненастья поэтому Белуху здесь чтят и уважают как родного отца природа для алтайцев это главный бог они с самого детства учатся общаться с духами гор рек и деревьев этим мудрым людям не нужно лезть в гору для того чтобы попасть в мир гармонии и красоты ну а тем кто не верит в существование духов алтайцы рассказывают необычайные истории свидетелями которых некогда были сами иногда в них оживают самые настоящие боги жительницы алтайского села теленгит сартагой средь бела дня услышали божественное пение так красиво на селе никто никогда не пел женщины выбежали на улицу посмотреть на обладательницу дивного голоса но в округе никого не оказалось удивленные необычайным происшествием жители разошлись по домам бабушка вышла никого нету она позвала другую подружку свою давай выходи вот сейчас ты слышала нет я тоже слышала пели очень красиво ну-ка пойдем посмотрим никого нету они жили на окраине села там один единственный домик был и вокруг никого нету через некоторое время сын одной из жительниц этого села принес домой бронзовую статуэтку которую нашел недалеко от дома родителям он рассказал что слышал как пела бронзовая богиня но мать испугавшись необычайной находки сына попросила его отнести статуэтку в школу так поющая богиня оказалась у сельской учительницы Натальи Катучиновой приветствую на стае лисе птицы на пути хорошие однажды когда Наталья уехала из деревни в ее доме началось веселье соседка услышав музыку и красивое пение решила к ней заглянуть каково же было ее удивление когда она обнаружила что дома никого нет кто же тогда так красиво пел и смеялся за стенами дома у меня через стенку живет подружка учительница тоже и она говорит когда ты уезжаешь ты оставляешь нет буду я говорю оставляю вот больше никогда не оставляй она ночью так поет так красиво хохочет мне даже жутко становится вскоре Наталья увидела сон с небес на землю к ней спустилась красивая женщина в желтом платье себя она назвала белой тарой на всем вопрос может только с ней надо войти в контакт как по мобильному свой код у нее мантры есть такие чтобы с ней договорить в буддийской традиции белая тара это женское божество достигшее совершенства и освобождения нирваны легенда рассказывает о том что белая тара достигла просветления но не ушла на небо она сознательно осталась на земле помогать людям белая тара все видит и знает у нее семь глаз по одному на каждой ладони и ступнях два обычных глаза и один на лбу весть о чудесной спасительнице распространилась далеко за пределы алтайского села вскоре в Теленгит-Сартагой приехали тибетские ламы паломники поклонились белой бодхисатве и попросили Наталью на сутки оставить их наедине с богиней после ламы научили Наталью как с помощью прочтения мантр можно войти в контакт с божеством вместе мы быстро собирались и садились вечером читали мантру и просили помощь конечно просить богатство не надо просить деньги не надо просить только здоровье просим все больше чем надо человеку следом за ламами феноменом белой тары заинтересовались ученые Наталья отвезла белую тару на экспертизу в Санкт-Петербург специалисты изучили бронзовую статуэтку и определили что она была сотворена в 16 веке эту редчайшую находку ученые даже захотели купить но Наталья уверенная в том что белая тара обладает живой душой статуэтку исследователям не продала бронзовая певица живет вместе с ней и помогает людям но я когда перед ней что-нибудь такое сильно захочу я например у нее на свою миску прошу сижу перед ней позе лотоса прошу на своей миске теперь в Теленгитс-Артагой к белой таре паломники едут со всех концов света люди просят у будхисатвы здоровья и удачи белая тара иногда хохочет но никому не отказывает в просьбах великая бодхисатва хорошо знает о страданиях человека и исцеляет сердца алтайцы поклоняются и общаются с духами природы через энергетические волны контакт с духами у местных жителей происходит по-разному некоторые слышат голоса во сне кому-то они приходят во время болезни в 11 лет Аржан сильно заболел ночью во сне к мальчику стали являться демоны они ломали его кости и мучили тело ребенка вырвавшись из рук демонов Аржан поправился во сне эти люди приходят его мучают мучают? конечно там кости ломают горстань ломают испытав тяжелейшие муки во время болезни Аржан обрел способность петь Оржан Кезереков молодой алтайский сказитель кроме дара к горловому пению открыл в себе сверхспособности целителя и ясновидца первые предсказания он начал делать когда ему было всего семь лет Аржан и сейчас помогает людям Сперва на человека на дорогу смотришь потом проблемы его решаешь если надо будет голосом если надо будет некоторые инструменты при этом использовать тогда уже твои духи только говорят а потом смотришь у человека душа где находится если бы у человека потерян душа худ чулаза тогда это ищешь голос Аржана а точнее чистота звука который он издает на слушателей оказывает целебное воздействие каждый звук из уст горлового певца это волна слушатель сам не замечает как звуковая волна отправленная Аржаном достигает больного места она через вот эти вибрации в которые она идет она попадает в те точки где нужно убирать потом она через вот эти вибрации она выходит через рот когда поет кайчи для слушателей время останавливается под воздействием вибраций голоса сказителя некоторые люди впадают даже в состояние транса и странствуют в параллельных мирах и потом еще с тремя небесами верхний мир смотрит на нас если человек вот некоторые священные места там есть если человек некоторые там эти некоторые рамки нарушил то через некоторое время она все равно на этого человека подействует отрицательно а если бы он спокойно сказал про себя что ты не бог а человек тогда уже нормально если человек сказал я бог вот это плохо будет Аржан с улыбкой рассказывает о том что впереди нас ждет эра большеголовых людей именно такими различные источники описывают людей ушедшие сверх цивилизации Атлантиды возможно что и наша цивилизация когда-нибудь сможет обрести мудрость и силу мифических Атлантов однако пока наше человечество считает Аржан находится на более низкой духовной ступени развития мы все тупоголовые ой какие умные ой какие доценты потому что неправильно живем потому что сердце не слушаем но неправильно наше время говорят это время перемен тупоголовых своим пением Аржан целебно воздействует не только на людей но и на всю природу нашей земли алтайцы никогда не искали загадочную шамбалу знания о существовании параллельного мира или мира духов у горных жителей врожденное в укладе жизни быту и верованиях они сохранили знания о единстве человека земли и космоса то что нам кажется легендами и мифами Востока на Алтае часть древних знаний которые передаются из поколения в поколение много очень реального материала изложено в мифах вот в преданиях но это все очень такое важное сельский учитель Николай Шадоев пришел к открытию планетарного масштаба Николай Андреевич смог расшифровать древние легенды и мифы Алтая именно они рассказали учителю как на самом деле устроена наша галактика открытие Шадоева говорит о том что человечество дети небесных светил на Алтайском языке есть такое выражение суда на русском языке уж больно мне хочется это суда назвать млечный путь это суда проходит сквозь это ось всей галактики Солнечной системы осьевая линия проходит сквозь полярную звезду сквозь Солнце сквозь Землю все планеты Солнечной системы вращаются вокруг вот этой оси суда и в результате это вращение вращение галактики Солнечной системы очень четкий точный только по своему по своей орбите в сущности он целиком есть Бог легенду о Земле и небе Николай Андреевич услышал впервые от своей бабки позднее он начал собирать и изучать древние сказания Свои догадки о происхождении всего сущего Николай Андреевич сверял с рассказами алтайских долгожителей и ясновидцев а также с научными открытиями в результате сельский учитель собрал древнюю книгу знаний Белик это знание не только в реальном мире природе это знание прежде всего связи человека с природой а точнее с духами связи человека с параллельным миром тот кого мы называем тот свет кто они такие в представлении Николая Андреевича параллельный мир реально существует известные в науке альфа, бета, гамма, дельта лучи и невидимый спектр ультрафиолетовых лучей и есть духи параллельного мира эти духи называемые души он живет внутри нас и вокруг нас и везде нельзя назвать если параллельный мир там какой-то шторы висят за шторой да ничего такого шторы нет то если параллельный мир вокруг нас рядом с нами мы внутренне уходим как тело ничего своего нет только их познать надо Николай Андреевич утверждает что духи видят слышат и чувствуют они одаривают и наказывают человека за его поступки духи превращаются в кого и во что угодно духи оживляют природу воду воздух огонь землю именно их видят ясновидящие если тело человека воплощается из земли воды воздуха и огня то душа рождается из лучей с положительным и отрицательным зарядом в момент зачатия будущего дитя утробу матери попадает сразу два заряда небесно-отцовский положительный земной отрицательный заряд материнский они контактируются в том месте где грудная клетка будет будущего дитя в утробе материнской Николай Андреевич считает что именно душа человека дает телу жизнь ее состояние отвечает за здоровье организма она же определяет индивидуальный темперамент и характер в общей сложности эволюция души длится тысяча восемь лет от одного воплощения к другому так вот смерть это есть разрыв от этих двух зарядов вот когда разрывается этот заряд отцовское начало положительный заряд от человека отделяется и обратно возвращается если он легкий греха не совершал а если много совершил греха он будет тяжелый тяжелый он попадет обратно туда на очистку многое из того что рассказывает сейчас Николай Андреевич среди алтайцев считается сокровенным знанием однако учитель считает что пришло время эти знания открывать людям сейчас наша планета выходит на новый эволюционный виток развития ведь развитие истории каждого народа может быть даже в целом человечества оно же все это развитие идет циклами первый цикл второй цикл третий цикл и вот как один цикл когда меняется другим циклом происходит определенные как у нас раньше говорили взрывы вот как раз сейчас идет цикл конец одного цикла в будущем начнется другой цикл две с половиной тысячи лет назад представители древней цивилизации майя уже предсказывали дату перехода человечества на новый этап развития окончание этого цикла приходится на 2012 год сегодня смену эпох прогнозируют многие исследователи в том числе и люди большой науки надо готовиться к необычностям а необычности становится все больше все больше фотографий необычных рыб там необычных муравьев и так далее даже если вы к себе будете присматриваться более серьезно то во своем внутреннем полупространстве то есть в климате ваших чувств ваших мыслей вы можете отметить некоторые необычности и этого бояться не надо потому что новый мир если можно так сказать или новый климат или новое состояние биосферы или новое состояние геологии физической среды стучится и к нам каждому из нас николай рерих исследовав земля алтая нашел царство шамбалы до конца жизни рерих поддерживал телепатический контакт с махатмами тибетские ламы считают что шамбала это ум человека в просветленном состоянии поэтому шамбала блуждает по миру в зависимости от духовных идей и может находиться как на Алтае или Тибете так и в любом другом месте открытие ученых говорит о том что сама земля может являться проводником человека в параллельные миры кстати геомагнитные свойства алтайских территорий только недавно стали публично оглашаться за это время аномальная земля стала проводником в шамбалу для нескольких тысяч людей но только немногие из них рассказывают что в действительности под своим покровом скрывает эта таинственная страна Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok